Всем привет, с вами Metal Sonic и сегодня я решу пройти игру для NES, которая называется Jetman или же Могучие Рейнджеры. Если не ошибаюсь, Jetman это вроде японской версии Рейнджеров. Как-то так. Так или иначе, давайте приступим. Думаю, на нормальном уровне сложности будет ничего. Так, у нас 5 этапов. Ну, как бы, логично учить с первого. Так, значит, укажешь персонажи на свои способности. Сова кроватая пальчатка, ласточковый лазер, ястый постреней. Думаю, желтый персонаж самый, в принципе, нормальный. Что у нас может делать удары? Так, что немножко подлагивает, но не страшно, в принципе. И у нас есть такая шняга, то есть мы можем делать супер-атаку, нажав на кнопку старт. И это как по мне, это довольно странно, что она на кнопке старт. Ну, ладно. Ну, в принципе, графика, в принципе, неплохая для восьми битки. Или если участник в каком году выше вводит, в 90-м, в 90-м, в 92-м, не совсем полный. Ну, как вы видите, играет платформер-битэмап, я бы так назвал. Потому что мы прыгаем по платформе, мы уничтожаем врагов. Так, господи, что это за кролики прыгают, серьезно? Кто вообще придумал дизайны для врагов этой игры? Ну, хотя это не суть важна. И чудом умернулся просто от атаки. Играю в эту игру уже раз пятый, наверное. Я доходил практически до конца, но ни разу до конца не осиливал. Вроде бы она быстро проходит, минуты за 15. Хотя не уверен, точно. Нет, все-таки и за 15, наверное, за больше, там, час где-то. Ну, и вот сейчас вы увидите вторую особенность этой игры, дорогие друзья. Это битва с боссами. Да не простые, а в гидрантских роботах. То есть, идет эпичная катсцена, где наш герой превоплощается в робота. Ну и, собственно говоря, мы идем в атаку на босса. В плане-то самое главное достоинство этой игры, то, что тут есть такие битвы с боссами, потому что они разнообразят в гейн-плей. Да и катсцена, в принципе, тоже крутые. Ну, как для усимбитки. И да, как я уже говорил, в виде джетмана это что-то в виде японских могучих рейнджеров. Хотя, по сути, сами могучие рейнджеры это адаптация японского сияло. Просто там некоторые сцены заменены на сцены с американскими актерами. Так, вот у нас блок. Есть у нас суператаки. Так. То есть, вы видите, внизу под жизнями, под хп есть шкала супер. И мы можем активировать суперудар, когда она полностью заполнится. Ну, я думаю, это, в принципе, очевидно. Я, к сожалению, не знаю, с кем мы сейчас делимся, потому что я не особый фанат такого рода японских сиялов, типа, ну, годзиллообразных, я бы сказал. Так что вот. Давай уже сливайся. В итоге посрали мы. Ну ладно. Далее. Возьмем полом и остывом, что-нибудь, не знаю. С мячом, думаю, удобнее. Серьезно. На запись видно все косяки, серьезно. Когда я сам прохожу эту игру, я, блин, вообще на первом уровне, ну, собственно говоря, не проигрывал. Странно, ну, они-таки. Эй, чувак, что делаешь? Ну, парень, ну, неплохое. И со другими игру не сравнивать. То есть он какой-то отзывчивый, что я не знаю. Плавное. Так. Э, в натуре. Хорош. Так, здесь воспользуюсь супер-баром. Вновь. Да блин, а вы не никак не втираю, попал меня попал. Вон. Так, с этим чуваком тоже надо быть. Э, у меня... Что? У меня 2 хп? Серьезно. Блин, мне нужна жизнь срочная. Алло. Так, почему-то из вагов хп не выпадает. Так, интересно, а можно ли нафармить? Блин, назад, к сожалению, вернуться нельзя. Какой-то чувак стреляет сквозь стену. Так, мы сейчас не имеем права поигрывать. О! Наконец-то мы добрались до босса вновь. Так, ну сейчас, в принципе, должно всё пройти как по массу. Да, на самом деле я нуб. Да, я признаю. Ну ладно. Время... It's fighting time. Так. Блин, это серьёзно похоже на трансформеров на минималках. Я бы так назвал. Так, надо быть осторожнее. Блин, ну он супер накопить. Эй, чувак, ты не офигел. Да блин. Так. Сейчас суператака. Давай воткнусь в суператаку. Так. Хоть. Алло. Не-не-не-не-не. Фух. Наконец-то одержал победу таки. И да, опять это эпичная катсцена. Этап очистка. Довольно странный. Я бы сказал, потраченный перевод. Ну ладно. Пороль 60 тысячи. Но не думаю, что мне пароль пригодится. Ну ладно. А сейчас всем пока. С вами был Метал Соник. Подписывайтесь. Не забывайте ставить лайк. И жмите на колокольчик, чтобы поделиться со своими друзьями видосами. Всем пока.